Я планировал изначально поехать в Москву по делам, там пару дней, потом вернуться, собрать нормальный рюкзак себе для Байкала, чтобы зайти палатку и все остальное, ну и потом уже поехать на Байкал. Получилось так, что я приехал в Москву и на следующий день из Славянска, из Краматорска, в общем все войска, ополченцы, пошли в Донецк. Взяли там Донецк Кольцо и я понял, что в Донецке уже не вернусь, я вот в чем был, шорты, футболка, я вот так и поехал. На тебе черная была? Ну черную я потерял, точнее, форки, я помню, что из Москвы надо. Ну я отдал, ну мне так, ну как мы людей добрых встречаем, нам там иногда предлагают, говорят, вот там, нати футболку, нати, что-то. Я тебе желтую подарю, сходим. Да нет, у меня уже такие футболок надо видеть. Да что, не надо видеть. Здорово, хорошая такая. В центре, ну почти в центре Донецка. Ну они себя чувствуют намного лучше, чем я, потому что молодежи сейчас вообще туда лучше не появляться, потому что идет мобилизация полная, и вот если я приеду в Донецк, Игорь себе в Киев, то нас сразу заберут воевать. Ну воевать мы не хотим, потому что его заберут в украинскую армию, меня, ну скорее всего, в Донецкую армию, и заставят стрелять друг друга. Ну мы вместо этого, там, знак дружбы, вместе поехали путешествовать и смотреть мир. Ну как бы, мы не видим смысла в этой войне. День назад, ну прошлое воскресенье, я выехал с Киева, без проблем. Ну я еду в Гуанчжоу, в Китай, ну и в Китай, потом в Азию, там, в Таиланд, туда. Без проблем вообще пересек границу русскую, за две минуты мне даже не проверяли. Ну на украинской даже дольше стоял, то есть меня там проверяли, что я не воюю, но такое спрашивали. Вот, и я решил от Словой как бы соединиться и поехать вместе до Байкала, нам по пути покупать. Я тоже в Киеве, у нас есть движение «Здравое звено», мы там купаемся, мы делаем это модно, мы делаем это, мы делаем там еще преодоление страхов, то есть там по углям ходим, на стекле, там в воде холодной плаваем, это как одно из преодолений страхов. То есть нам эта тема очень интересна, и мы вот все вот эти практики, там и медитации, ну самые разные, то есть и танцы, и рукопашный бой, все соединяем, как бы тоже ходят там молодежь, там на крещениях ходило, у нас 150 было тоже человек, в Днепре все купались там в Аполлонке, ну очень классно. То есть делаем пикники веганские, ЗОЖ, ну то есть все там как бы с практиками, с играми, с хороводами, ну очень много всего, короче, соединили, и людям нравится такая тема, то есть так проводить досок, потому что у нас в Киеве как бы в принципе некуда пойти так, чтобы нормально там по интересам поговорить, там посидеть, поиграть, мы так вот соединили вот это все, и в Киеве тоже делаем вот эти все практики, веревочные курсы, то есть знаете там, ну в Киеве в принципе Майдан уже убрали, как бы там убирают, ну мне вот друзья, знакомые звонят, как бы говорят, что ну может скоро объявят даже вот эту мобилизацию полную, то есть ну буду заставлять воевать, ну за украинскую армию, мне тут шепки ходили повестки, ну я не являлся, то есть как бы, и я не вижу смысла в этой войне просто. Ну что, пойдет его удивать что ли, это вообще такое? Да, я просто не явился, я как бы, ну еще знаю там способы как просто отмазаться от этих повесток, но люди не знают, просто идут и их отправляют там на фронт убивать, и сами умирают, представляют. У меня просто друзья, знакомые были вот и в правом секторе, они уже погибли там половина всех. А много человек, вот знакомых ваших, кто оказался? 20 человек, ну из них где-то 6-7 погибло уже, то есть их просто как бы, ну как пушечное мясо там отправляют воевать. Ну как бы в Киеве просто антирусские, ну настроение, то есть людям показывают по телевидению, что как бы воюют русские на востоке, а не украинцы, то есть не ополченцы, а украинцы, то есть а русские воюют, и держат местных людей в заложниках, ну типа так показывают. Вот так вот, и все люди думают, что у нас война с Россией по сути идет, вот, типа коридоры открытые, и очень как бы антирусские настроения в Киеве, там марши все эти там ходят сейчас, громят Сбербанки, ну такое. Я там видел, ну когда в Киеве был, как бы я журналист, я во всех этих тоже событиях там был, участвовал на Майдане, ну очень там ужасно, громят, убивают людей, просто такого, конечно, не повторять. Ну, мое мнение, нужно было сразу разгонять их, и все. Еще когда зимой начиналось, да? На Айдре, да. Вот, ну как бы по этому, ну могли, то есть могли разогнать, силы были, но как бы походу Янакович играл в ту же арту с ними, заодно был, ну, сдавал Украину постепенно. Людей очень много погибло еще тогда, у меня друзей, как бы они, меня, я даже сам видел, как снайперов там в 10 метрах убил парня, ну, снайпера оппозиция нанималась, стреляли в ту сторону, потом разворачивались, в ту сторону стреляли, ну, по милиции, по людям, чтобы люди строить людей, кровь там все, сжигли, там все, дома, ДТР, ну, ужасно. Сейчас уже поспокойнее вроде в Киеве, ну, именно в Киеве, а на востоке. Ну, что, стрелков дойдет до Киева, так-то дать неспокойно. Ну, война олигархов, по сути, как бы делят, Сланцевый газ, территорию, как бы, люди мирные страдают. Вот, они воюют, а казаков, чебы, дешевые, типа того. И язык у нас похожий, так что не надо тянуться, там, копировать, там, ту же Европу. Вот эти говорят, мы хотим, там, Европу, мы хотим, там, туда-то, туда-то. Зачем вы куда-то тянетесь, там, ту же Европу, где, ну, после Евровидения, ну, мы поняли, что в Европе ценности культурные, они вот где-то ниже блин. Где Евровидения. Поэтому зачем туда тянуться, то есть сделайте вы на Украине свое такое государство, начните там с себя. А если вы думаете, что мы там подпишем какую-то бумажку, и все люди сразу станут там порядочными, интеллигентными, и, ну, там. Хорошие, понятно, что это все иллюзии, и утопия какая-то.